Настюш, просыпаешься? Видно, ребёнок. А, кстати, в последнее время почему стала без подушки спать? У меня нет подушки. Надо у зрителей спросить, у них дети тоже спят без подушки? А мне так это очень неудобно. Катя, кстати, в 4 года до сих пор спит без подушки. Хорюшка спит. Примерно так мы всегда собираемся в школу. Настя встаёт, ложится на ковёр и я начинаю её одевать. Она с вечера сама готовит себе одежду, вешает на стул вот сюда. Ну, я вот уже всё сняла. Сейчас будем наряжаться. Сегодня праздник у них в честь 23 февраля. Поэтому через час я пойду тоже в школу и буду фотографировать, снимать. Не знаю, что там они репетировали. Так что будем собираться. Давай, Настя, вставай. Покажи лук свой. Показать? Не, я не вижу лук. Они не красивые. Давай иди зубы чисти. Покажи лук свой. Покажи лук свой. Покажи лук свой. Покажи лук свой. Настя встой. Мы желаем встать, либо аду на若. Покажи лук scenery. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Долго думала, что готовить Решила почистить картошку Я, кстати, делаю это всегда на полу Сидя Не в раковину Я знаю, что многие включат воду И в раковине чистят А я это делаю на полу и сразу в мусорку И купила голень И буду опять запекать Просто со специями, со сметанкой И в духовочку на 45 минут Сейчас Настеночка скоро со школы придет И надо что-то быстрое приготовить Ну что, вот такая у нас получилась Курица и картошка Минимум специй, перец не добавляю Потому что это девчонкам Так, ну что, вот она еда Еда готова Пахнет, конечно, обалденно Чесночка не хватает У меня девчонки не очень любят чеснок Они не любят чеснок Ну что, выступила? Да Ваш класс выступил хуже всех Согласна? Нет Почему? Потому что Наш класс выступил лучше Да Хуже всех прорепетировано Там вот класс, который я получил первое место Вот они реально все синхронно прям супер сделали Вы быстрее всех прошли Вот таким голопом Блин, вот так вот Нет так Вот что я купила Что это? Читай Тесто для пельмени Да, чтобы самой не лепить пельмени Тесто, точнее, чтобы не лепить Смотрите, я купила тесто для пельмени Я покупала для чебуреков Очень понравилось Я решила попробовать для пельмешек Потому что очень много времени Именно уходит сделать тесто Раскатать, кружочки Все это, короче, очень долго И я купила фаршик И сделала пельмешки За 10 минут Лайфхак Самая главная беда В том, что мы не знаем Что в покупных пельменях лежит Да, не тесто какое плохое А какой фарш там Да, я вторую заколку сниму Какое мясо Да, что туда кладут А может быть там вообще собака, блин Зарезанная Поэтому покупные пельмени Многие не любят покупать Потому что действительно Вот Не знаю, что внутри Ну что, продолжаю свой влог И сейчас мы затронем Очень интересную тему Тема, которая действительно Заслужит внимания Это развитие наших мозгов Ну что, начнем? Давайте я вам немножечко Расскажу про сам Викиум Что это такое? Это, во-первых, онлайн-платформа Которая, кстати, была создана Учеными и экспертами В области нейропсихологии Направлен на раскрытие Потенциала человеческого мозга Развитие реакции Памяти, мышления и внимания Как видите, я тут активно Отвечаю на вопросы И очень много было ошибок А все потому, что я невнимательная И еще такой моментик У них есть индивидуальная программа Тренировок Составленная на основе Предварительного тестирования Ну и мои эмоции После прохождения Несколько тренажеров Мне очень понравилось Тренажер помогает в учебе В карьере Повышает работоспособность И концентрацию Мне этого очень не хватает в жизни Поэтому я буду с удовольствием Проходить дальше тренажеры И надеюсь, мой мозг заработает как надо На самом деле, очень интересные тренажеры И очень полезные реально для головы Есть такая проблема Я рассеянная Также мне необходимо развивать память Внимание, конечно же Так что советую Ссылочку оставлю в описании Девчонки, попробуйте Я уверена, вам понравится И уверена, что будет Так, я хотела вам показать Мою камеру Страдалицу Кстати, многие спрашивали На какую камеру я снимаю влоги Вот это моя влоговая камера Это Sony Альфа, по-моему, 5100 5000 Очень крутая камера Мне прям очень нравится Вот на каждый день Видите, у меня даже пылью покрылась Потому что я уже несколько дней Ей не снимаю Объектив сломался И, кстати говоря Ищу я объектив на эту камеру И не могу нигде найти То есть в таких крупных гипермаркетах Техники Вот этот объектив уже не продается Нашла в интернет-магазине Кстати, за 10 тысяч Но интернет-магазин такой, знаете Непроверенный И мне что-то как-то стрёмное заказывали Я читала, что на концерт Пугачевой Там юбилей, 70 лет, по-моему, да Очень дорого билеты стоят Вот посмотрите Цены на билеты 200 тысяч 107 тысяч Билет на сегодня на третий ряд Чего? 130 Вот это вип-ложа Уже давно все выкуплено Там, скорее всего, будут сидеть Друзья Пугачевой Родственники И всякие там политики Блатные Не знаю кто там 237 тысяч 11 ряд Так что ходите на Пугачеву Самый дешевый билет Вот стоит 16 тысяч Как бы Да А еще я подсела на всякие каналы Которые снимают интервью Со звездами Политиками Да, но сейчас это очень популярная тема И вот я смотрела интервью С Амбурской Очень мне понравилось Если честно До этого Как-то я к ней Не очень хорошо относилась Ну, в общем Когда она мне не очень нравилась Вот А после этого интервью Я поняла, что Она неплохая девка Вот Это наглядный пример того Что От родителей Много зависит От родителей Зависит Вообще Все К сожалению С Амбурской Не повезло Ее прям Рана Открыта На сердце Еще я посмотрела интервью С Водонай Конечно Больше нет Чем да Потому что Вот особенно Ее высказывания По поводу Толстых людей Да Она прям Категорично Против Жирноты Жирных людей И если вдруг Она будет плавать В бассейне И туда зайдет толстая Женщина или мужчина Она выйдет из бассейна Ну по-моему Мне так это бред Так что Конечно У нее свои взгляды И вот она Сидела в интервью Много чего тут Интересно Она рассказывала Так что Если кому интересно Заходите Смотрите Сделала себе смузи Коктейль На самом деле Очень люблю смузи Вот именно такие Знаете Фруктовые С молоком Или с йогуртом Добавляешь туда Какие-нибудь там Протеиновые коктейли И очень-очень вкусно И сытно То есть я могу Тут коктейли выпить И мне хватает На три часа А то и больше Напишите кстати Ваш любимый рецепт Смузи С удовольствием Почитаю Здесь у меня Значит Клубничка свежая Немножко Банан Видите Как свинья Это я делала На кефире Однопроцентном Туда добавила Протеиновый коктейльчик И вот эти Такие Набухающие Короче Эти штучки Которые круглые Я показывала На днях Их пациент Я везде добавляю Нереально Насыщают То есть Очень сытные Мне одна подписчица написала Что они разбухают в желудке И тебе очень долго Не хочется кушать Это для тех Кто считает Что в фикс прайсе Продают одну ерунду Эти кружки В фикс прайсе По крайней мере Когда я покупала Они были самые дешевые 99 рублей В общем В других магазинах Где я видела Такие кружки Они стоили в разы дороже Вот так что Прикольный Прикольный коктейльчик Буду Буду его пить А также Я сейчас смотрю Тут каталог Вообще Балдею Очень люблю Лазить в интернет На магазинах Ну и параллельно Буду смотреть Сериал Это мы Многие мне посоветовали Сказали Марин Посмотри Сериал Это мы И прям реально Зашло Девчонки Спасибо вам большое За ваши отзывы Посмотрела По-моему Пять или шесть серий Очень Очень понравилось Тут кстати Снимается Мэнди Мур Известная актриса Других я не знаю Только вот Ее Узнала Так что для тех Кто может быть Ищет новый сериальчик Советую С вами поделиться Так скажем Своей мечтой Хочу вам рассказать О том О чем я мечтаю Очень-очень давно Ну как давно Года два наверное Я хочу купить квартиру Квартиру Хочу купить Хотя бы однушку Вы наверное Спросите Зачем Ну во-первых Я хочу Вложить деньги В недвижимость Я хочу Чтобы Эта квартира Потом досталась Девчонкам Да То есть Я считаю Что лучше вложение Лучше вложение Это конечно Недвижимость Вот Сейчас я открыла Этот самый Калькулятор Сбербанк И В районе В котором я хочу Купить однушку У нас она стоит 5 миллионов 5 миллионов Стоит однушка Конечно В каком-то Спальном районе В старом доме Там В хрущевке Можно конечно И подешевле купить Но Именно там Где я хочу Стоит 5 миллионов Пустая Вот И чтобы ее приобрести Нужно заплатить Видите У меня калькулятор Показывает 765 тысяч Это как Переначальный износ Процентная ставка 11 процентов И ежемесячный платеж У меня выходит 49 тысяч Ну грубо говоря 50 тысяч Это на 15 лет Представляете Чтобы купить однушку Чтобы Осуществить свою мечту Мне надо каждый месяц Отстегивать полтинник На протяжении 15 лет Ну и плюс Накопить вот такую сумму Достаточно Немаленькую Да Почти миллион И это конечно Печально Так что Вот такие вот суммы Возможно конечно Для кого-то это Подъемная Сумма Мне кажется Надо минимум 100-150 тысяч Зарабатывать Чтобы платить Ипотеку 50 тысяч Процентная ставка Конечно Не маленькая Вообще Мне мама сегодня Позвонила Сказала Что там Что-то Путин Сказал Что-то там Происходит И они думают С 1 января Следующего года Молодым семьям Выделять 450 тысяч На покупку Жилья своего И 6% Сделать Ипотеки Если это так Это будет Очень круто Я считаю Что это Отличная Помощь Молодым Особенно В таких Городах Как Питер Москва Потому что тут Конечно Цены на недвижимость Очень Очень высокие И накопить Одно дело Накопить Миллион А другое дело Накопить 5 миллионов Мне кажется Я не знаю Сколько нужно В месяц зарабатывать Чтобы без ипотеки Накопить 5 миллионов Так что Такие мысли Мне безумно Хочется У меня к сожалению Нет материнского капитала Я его вложила Я уже не раз говорила Вот Но в принципе Если был бы материнский капитал То можно было попробовать 10 лет Если брать на 10 лет То это вообще Почти 60 тысяч Вот И плюс Надо Оформиться Официально Чтобы тебе Оформили ипотеку Дали ипотеку Одобрили А так как я неофициально Устроена Мне никто не даст Нужно делать ип Я знаю Что некоторые блогеры Ип делают Мне наверное тоже скоро Придется это сделать Платить налоги Ну в принципе Я за Я за то Чтобы платить налоги И жить спокойно И официально Быть устроенной Пишите кстати Платите вы сейчас Ипотеку или нет Будет интересно Почитать Сколько Во сколько обошлась Какой у вас процент Сколько в месяц Вы платите ипотеку Давайте пообщаемся На эту тему Это видео Я хочу закончить Такой вот Интересный Темой Как Ютуб Отключает Комментарии Под видео С детьми Да Да Открыв мое Сейчас любое Видео И вы увидите Комментарии К этому видео Отключены Отключены Даже Где я Показывала Рецепт Орешки со сгущенкой Вкус детства Где нет детей Комменты мои Тоже Ютуб отрубил Вот такая вот Ерунда На самом деле Я в легком шоке Таким образом Ютуб Решил бороться И защитить детей От жестокого Злого мира И Отключил У многих Блогеров У которых вообще В принципе Есть в кадре Дети Я не знаю Что будет дальше Что будет С комментариями Я конечно могу Автоматически Включить Комментарии Но Я боюсь Что вдруг Заблокируют Или еще что-то Очень такие жесткие Меры Сначала В том году Сказали Что нельзя Детей в купальниках Снимать Закрыли Комменты Не потому Что видео Какое-то Жестокое Или несет Какую-то агрессию Нет Именно Комментарии Несут Очень часто Агрессию Очень часто В комментариях Пишут Много Всяких Таких Неприятных И неприличных Вещей Ну то есть Они решили Просто взять И заблокировать Все комментарии И я смотрела Многих Топовых Блогеров Которые Там мамочки Да У которых Так или иначе В кадрах Появляются дети У них тоже Все комменты Закрыты Вот Так что Такая Ерунда Я под этим Видео На свой страх И риск Открой Наверное Комментарии Потому что Я боюсь Что не дай бог Там заблокируют Или еще что-то Ну напишите Если комменты Будут открыты То напишите В комментариях Что вы думаете По этому поводу Ну как-то Я не знаю Я за то Чтобы общаться Со зрителями Как-то То есть Снимать просто Тупо Выложила Все А что там люди Думают Ютуб решил Это не важно Я не понимаю Так что Я недовольна Я надеюсь Что все-таки Ютуб скоро Разберется И они как-то Решат этот вопрос По-другому Не знаю А может быть они Сразу будут Такие комментарии Им просто не давать Публиковаться Да То есть Чтобы как-то Программа На Ютубе Как-то блокировала Эти сообщения Вот и все И не будет проблем Почему нормальные комментарии Мы не можем оставить Вот такие дела В общем-то Жду от вас Обратную связь Если у вас будет Конечно такая возможность Под этим видео То пишите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому